Маткульт привет! И сегодня я с вами разберу маленькую задачку в математике, пока Алексей ее не разбирает, придется сделать это мне. Задачка очень простая на самом деле, но такая мне кажется она вот с изюминкой, предлагалась среди вступительных задач в 179 школу в маткласс 8 класс. То есть это в принципе вообще практически для первоклассничков задачка. Задачка такая, у нас есть рядочек из 100 монет, вот они тут, я не буду кружочки рисовать, потому что очень долго рисовать 100 кружочков, но их тут 100-100 штук монет. Известно, что среди этих 100 монет ровно 25 фальшивые и они расположены подряд, но где именно в этом рядочке неизвестно. Все фальшивые монеты легче, чем настоящие, все настоящие монеты весят одинаково, но фальшивые монеты могут весят одинаково или не одинаково, как повезет, но все фальшивые легче настоящих. Вопрос, за какое наименьшее количество взвешиваний на чашечных весах можно гарантированно найти хотя бы одну фальшивую монету? Подумайте над этим, мне кажется, задачка стоит того, чтобы оптимизировать ее, как-то что-то сделать лучше и когда вы ее решили, когда вы думаете, что ее решили или решили, имейте в виду, что конечно же у школьника спросят не только его результат, но и доказательство минимальности результата, то есть доказательство того, что за меньшее количество взвешиваний справиться нельзя. И так, ну и если вы думаете, что например это 4 взвешивания или 3 взвешивания, то нет, можно лучше, а если вы придумали способ с двумя взвешиваниями, сядьте и докажите минимальность. Сели, доказали, а тогда я вам разбираю задачку. Итак, решений довольно много разных, наверное, но вот мне нравится такое, я честно говоря не знаю авторского, вот, но ничего страшного. Я возьму две монетки, я возьму номер 25, я возьму номер 75 и взвешиваю их между собой. Что мы тут имеем с гуся? Если одна из них легче, то все, мы у нас все сделано, да, мы получили результат, наша монетка фальшивая. Они не могут быть обе фальшивыми, не может быть такого, что они обе фальшивые и весят одинаково, потому что расстояние между ними больше, чем 25. Вот, соответственно, кроме этого, если у них равенство, то есть они обе настоящие, мы точно знаем, что все монеты вот здесь и все монеты вот здесь настоящие, потому что здесь всего 24 монеты с первой по 24, а у нас по условию 25 фальшивых подряд. Соответственно, следующий шаг, нам не надо больше взвешиваний, мы уже решили задачу, потому что монета номер 50 в этом случае гарантированно фальшивая. Потому что даже если с 26 начинается наша серия, да, даже если с 74 она, или с 74 она кончается, так или иначе 50 монета непременно будет внутри этого отрезка. Убедитесь, да, что расстояние как раз соответствует. Да, с 26 начинаю, да, 50 все еще фальшивая. И таким образом в этой задачке нам хватает всего одного взвешивания. И если вы доказали минимальность двух, то мои ваши, мои вам поздравления, вам есть еще чем заняться, стоит попробовать найти ошибку в своем доказательстве. Простая, но милая, мне кажется, задача. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, там меньше математики, больше физики, еще немножко Рензи, но тоже, мне кажется, может быть интересно. Все, решайте математику. Маткульт, привет! Продолжение следует...